Что же делать, если лимфодренажные прыжки делать нельзя? Если ты не видел это видео, увесь. И вообще, в принципе, если ты хочешь что-то более эффективное, чем прыжки, нужна только ты и все. Ставь стопы на ширину таза и начинаем делать имитацию ходьбы. Отрываем то одну пятку от пола, то другую и мягко возвращаем обратно. К сгибаемому колену поворачиваем грудную клетку. Здесь нужно расслабить плечевой пояс, не сводить лопатки, чтобы у нас не получилось наклона грудной клетки назад, прогиба в пояснице. Вырастаем за макушкой и здесь все расслабляем. Кто-то узнает это упражнение из лимфодренажного курса, из разминки. И можно добавить еще сокращение сжимания ладони и разжимания, чтобы у нас здесь тоже мышечными сокращениями лимфа погонялась. Делаем так 30 секунд. И переходим к другому упражнению. Принцип тот же. Мы переносим вес тела, добавляем перенос вес тела, отрываем то одну пятку, то другую, мягко ставим обратно. И нам нужно поработать с ключицами, чтобы раскрыть грудной проток. Мы в одну сторону будем ключицы загонять немножко вовнутрь, а в другую сторону их раскрывать, не прогибаясь в грудном отделе. Нам не надо наклонять грудную клетку назад, нам нужно ключицы раскрыть. И помогаем руками здесь прикрыть, только не даем больно, аккуратно действуем здесь раскрыть. Выдох, вдох, выдох, вдох. Тоже 30 секунд будет достаточно. И последнее упражнение. Мы снова фиксируем грудную клетку над тазом. Позвоночный столб у нас остается неподвижным. И нам нужно будет поделать круговые движения в плечевых суставах. Большие-большие рисуем круги. Если позвоночный столб будет зафиксирован, возможно, амплитуда движения снизится. Но это будет ровно то, что нам нужно делать. Вдох и на выдох руки опускаем. И работаем в своем темпе, подстраиваемся под дыхание. Можно добавить тоже сжимания ладоней. Наверху на вдох раскрываем, на выдох сжимаем. Тоже 30 секунд будет вполне достаточно. Пользуйтесь на здоровье.